Что случится, если я скажу вам, что вы неправильно принимаете душ? Что вы просто теряете время и не моетесь достаточно чисто, как могли бы? Господа, сегодня я расскажу, как прокачать качество вашего душа. Первый совет – это душ по-морпеховски. Этот тип душа появился как способ рационально расходовать свежую воду, когда ты в море. На кораблях количество свежей воды ограничено. Чтобы контролировать расход, вода на кораблях течет от 15 до 30 секунд. Когда ты заходишь в душ и включаешь воду, то первые 15 секунд ты фокусируешься на том, чтобы намочить все свое тело. Затем ты берешь шампунь и моешь голову. После этого берешь мыло и мылишь все тело. На все это уходит примерно 1-2 минуты и при этом ни капли воды не утекает зря. Пришло время смыть мыло. Начинайте с головы, затем переходите на шею, лицо, спину, торс и так далее. В целом это займет 1,5 минуты, а с опытом можно успеть и за 1 минуту. В результате за 3-4 минуты вы приняли очень эффективный душ. Серьезно, принимая морской душ, вы расходуете всего 9-12 литров воды. По сравнению с обычным душем, когда можно потратить от 20 до 60 литров воды. Второй совет – это используйте скрабы. Думаю, что некоторые из вас уже приучили себя к тому, чтобы очищать лицо. Но вы думали о том, что можно очищать и все тело? Когда ты скрабируешь тело, то ты удаляешь клетки мертвой кожи, открываешь поры. Это положительно сказывается на коже. Она становится более мягкой и приятной. К этому совету идет сразу второй – это использовать мочалку. Изначально мочалки использовали в Азии и Африке. Первыми версиями были плоды растений. Но сегодня не так часто можно встретить натуральную мочалку. Большинство из них будут сделаны из синтетических материалов. Они помогают очищать кожу. Многие парни не используют мочалки, потому что считают это женским. Парни, это не причина. Мочалки – это отличная вещь. Используя немного мыла, можно намылить все тело. Самая большая проблема, которую я видел, что люди делают с мочалками. Они считают, что они вечные и плохо их моют. Мочалку можно использовать примерно 6 месяцев. И каждую неделю ее стоит стирать в машинке для посуды. Или обрабатывать антисептиком. Еще один хороший инструмент, которым не пользуются мужчины – это скребок для спины. Лично мне нравится щетка из свиной щетины. Она отлично очищает кожу и не такая грубая, как пластиковые альтернативы. Третий совет. Во время бритья используйте зеркало для душа. Вы могли слышать о специальных зеркалах для душа. Они не потеют. Но оказывается, есть два вида таких зеркал. Первое зеркало просто покрыто тонким слоем полимеров, которые делают так, чтобы пар не задерживался на поверхности. Проблема таких зеркал в том, что они недолговечны. Может, прослужат один-два года. Полимеры сотрутся, пленка исчезнет, и она уже не будет таким хорошим, как новая. Второе решение – это использовать зеркало с подогревом. По медной трубке горячая вода проникает под зеркало и подогревает его. Таким образом, зеркало нагревается до температуры душа, и пар не может к нему прилипнуть. Причина, по которой нужно зеркало в душе, это для того, чтобы вы могли там бриться. Четвертый совет. Бриться в душе. Если вы смотрели мои видео, то могли слышать мои советы о том, чтобы бриться сразу после душа. Потому что щетина размякла под горячей водой, и так ее проще брить. Так вот, принимая душ 10 минут, никак не отразится на мягкости щетины. Она, скорее всего, уже стала мягкой и через одну минуту. Поэтому, почему бы сразу не побриться, особенно если вы спешите? Как бонус, вам не надо переживать о том, что вы испачкаете раковину. Следующий хак – ополаскивайте холодной водой. Лично мне нравится теплый и горячий душ. Примерно 30 градусов. И это нормально, когда вы моетесь. Но для последнего ополаскивания, попробуйте минуту постоять под холодной водой. Примерно 16 градусов. Мы не говорим о том, чтобы мыться ледяной водой, но прохладной. Холоднее, чем нам бы того хотелось. Холодная вода – это отличный способ пробудиться. Это отличный способ завершения душа. После чего вы вылетите из него. Следующий совет – увлажняйте свою кожу в ту же минуту, как вышли из душа. Этот совет появился в результате исследования Бостонского института косметической хирургии. Они выяснили, что когда мы выходим из душа, наша кожа распарена, она теплая и мягкая. И если нанести лосьон, то кожа его лучше впитает. И когда поры начнут закрываться, лосьон останется там. Процесс очень прост. Как только вы вышли из душа и протерли себя полотенцем, нанесите лосьон на тело. Парни, помните, что кожа – это самый большой орган на теле. Поэтому любой продукт, который вы наносите на тело, должен быть натуральным. Поэтому используйте качественные продукты, которые не навредят вашей коже. Следующий совет – стригите ногти в течение первых 10 минут после выхода из душа. Как и щетина на лице, так и ногти становятся более мягкими после горячей воды. Главное – это использовать хорошие инструменты. Это могут быть ножницы, кусачки или пилка. Они отлично подходят, чтобы придать вашим ногтям опрятный вид. А вот чего стоит избегать, так это пользоваться дешевым клипером, потому что он не режет, а ломает ногти. Я нахожу этот совет особенно действенным для моих ногтей на ногах, потому что они более жесткие и их намного легче стричь после душа. Господа, я знаю, что у вас есть свое мнение, и мне интересно его услышать. Что я упустил, что бы вы добавили к этому видео. Поэтому пишите в комментариях, какое видео смотреть далее, как насчет этого, как правильно стричь ногти. Да, многие парни все делают не так. И в этом видео я научу вас, как это делать правильно.